Оно, знаете ли, оно всегда может показаться кому-то старомодным, может показаться кому-то смешным даже где-то, но на самом деле в этом великая мудрость, проверенная уже веками и даже тысячелетиями. И эта мудрость неземная, это мудрость нечеловеческая, это мудрость сходящая свыше, Божья мудрость. И когда муж раз в неделю хвалит свою жену, в отличие от традиций всех других народов, я знаю много народов, уже знаком с культурой и украинской культуры, и русской культуры, и татарской культуры, хорошо знаю. В отличие от других многих народов, еврейский муж, когда хвалит свою жену, то он хвалит ее конкретно, он показывает ей на конкретные какие-то ее деяния, поступки в течение недели. И это очень важно. Знаете ли, это тоже подсчет. На протяжении всей недели муж наблюдает не только за собой, но наблюдает и за женой своей. Знаете ли, к сожалению, во многих народах это не принято совершенно. Муж даже за собой не наблюдает, не говоря уже об окружающих, тем более о жене. Вот, даже жена, допустим, порой там сделала прическу, ну, допустим, там, значит, что-то еще, значит, там, как бы и что-то, платье какое-то дело, допустим, а муж даже не замечает. Это, к сожалению, языческая традиция такая вот, знаете ли, эгоизма. Еврейская традиция, которая из Библии, она, будем так говорить, выросла, да, из Библии, она совершенно иная. Еврейская традиция, она, эта традиция, она обязывает мужа, каждого мужа наблюдать и за своей женой на протяжении всей недели. И делать выводы, подсчитывать, не только за собой, но и за своей женой. За детьми тоже подсчитывать, подсматривать, наблюдать это. Вот, значит, и потом, вот, в начале шабата, он, муж, должен как раз именно и объявить свои наблюдения в качестве похвалы, в качестве именно восхваления. Я хвалю тебя, жена, за то-то, то-то, на протяжении этих дней ты сделала то и то, я замечал то и то, значит, я тебя хвалю, и так и так. Значит, и ублажаю тебя, значит, да, значит, и потом детям тоже я благодарен Господу за тебя, мой сын. Ты на этой неделе сделал то и то, я это очень для себя отмечаю. Это очень важно. Знаете ли, многие люди даже не понимают всей глубины вот этого всего происходящего. На самом деле, это великая тайна. И во многих народах, к сожалению, даже среди христиан это очень популярно, к сожалению. Мне это очень печально порой видеть, как принято ругаться в семьях, принято, ну, не знаю почему-то, обзывать, оскорблять друг друга. Как-то так заведено почему-то. Это все пережитки старого еще мышления человеческого, невозрожденного мышления, увы. А мы должны иметь ум Христов, знаете ли, то есть еврейский ум должны иметь обязательно. И это совершенно иное. Даже если ты замечаешь какой-то негатив, ты обращаешь внимание, заостряешь внимание на позитиве, на хорошем. Это очень важно. Потому что ты всегда и о детях своих ты хорошо говоришь и благоставляешь их. О жене хорошо говоришь. Жена говорит, а мужа хорошо говорит. И это кажется пустяком, кажется архаичным кому-то, кому-то это кажется пережитком прошлого. Но на самом деле в этом величайшая сила. Я вам честно скажу, значит, ну это опять-таки тема отдельного целого семинара, знаете ли. Кстати, знаете ли вы, друзья, вот скажу под занавес еще такую вещь, что единственный народ на планете, который не составлял сказок, это еврейский народ. Есть собрание сказок русских народных сказок, допустим, украинских народных сказок. Любой народ, возьмите любой народ, даже и высоко развитый, и очень мало развитый, знаете ли, любой народ, имеющий огромную историю, или совершенно новый народ, имеющий малую историю. Любой народ, он как бы в своей культуре огромное значение придает сказкам. И есть народы, которые просто-напросто очень сильно поражены вот этой болезнью сказочной, знаете ли. Вот, значит, воображение людей с детства, во всех народах фактически, оно так или иначе формируется на лжи, на сказках, на порой на очень страшных вещах. Так вот, да, брат Анатолий тоже приветствую. Вот, единственный народ на нашей планете, который не составлял никогда сказок, и нет нигде еврейских народных сказок, Ну, уже в наше время, в 20 веке, пробовали несколько раз, там есть моменты, уже пробуют современные, там, особенно атеисты, евреи пробуют, подражая многим другим сказкам народов мира, составлять свои еврейские сказки. Но это уже, знаете ли, оно не приживается, потому что это чужое, это не наше, это не еврейское. И я одного раввина спросил, товарища своего, он ортодоксальный раввин, традиционный, не мессианский. Значит, я, конечно, очень хочу, чтобы он стал мессианским раввином, чтобы он узнал Иешуа как Машиаха, Иисуса как Христа. Но пока он, к сожалению, не знает этого. Так вот, действительно, спасибо, сказок еврейских нет, зато океан мудрости. Аминь, да. Так вот, я раввина спросил, почему еврейским детям не читают никогда сказок, еврейские мамы и папы. Даже наоборот, многие мудрецы еврейские строго-настрого запрещали вообще, даже интересоваться родителям, значит, именно традициями окружающих народов, сказочных, именно сказочными традициями. Потому что, оказывается, действительно, эти сказки ложь, да в них намек. И порой очень, даже очень страшный намек, значит, оккультный, бесовский и прочее, прочее, прочее. Так вот, и раввин сказал мне такие слова. А знаешь, говорит, мы не хотим детей обманывать, потому что человек подрастет, он повзрослеет, поумнеет, и он поймет, что его, первые годы его жизни, его просто-напросто обманывали. На него смотрели, как на дурака, простите, как на глупого человека. Как на недоразвитого. И хотя взрослые в это не верили, но они эту ложь, они пытались внедрить в сознание ребенка. И раввин тот же сказал такие слова, что последствия этой лжи, они человека порой закабаляют на всю жизнь. И вводят его во всевозможные пагубные ереси, в похоти, в заблуждения. И вырваться из них фактически невозможно человеку. Но я согласен. Но с Богом все возможно. Пусть Господь Бог всемогущий разрушит весь сказочный мир. Всю ту ложь, которая была сказана с самого детства вашего. Во имя Иисуса Христа. И пусть действительно... А что же читают детям в еврейских семьях? Что еврейские дети слышат с самого нежного возраста? Они слышат вернейшее пророческое слово. Они слышат слова Библии. Даже если они где-то и сказочными кажутся порой. Многие истории библейские. Но мы знаем, мы взрослые. Даже если дети... Там другая история, знаете ли. Когда языческие родители языческим детям читают сказки, то они взрослые в это не верят. Но дети начинают верить в это. А здесь наоборот бывает. Что дети начинают не верить, а взрослые верят в это. Как раз. И знаете ли, это очень сильно заразительно. В хорошем смысле слова. То есть вера передается удивительным образом. Действительно, тогда не обман. А притчи слушают. Мудрости читают. Из псалмов читают. Из повествований о библейских персонажах, героях. Читают детям. И это очень важно. И пусть в наших семьях звучит вернейшее пророческое слово. Которое есть в Библии святая. Во имя Господня. Во имя Иисуса Христа. Благоставляю всех вас, братья и сестры. А, и еще. Здесь я позволю себе иллюстрацию. Хорошо? Сейчас, одну секундочку. Я сейчас только к холодильнику подойду. Сейчас здесь я. Так. Я здесь переложил. Опа. С холодильника в холодильник. Так. Отец Алексей приезжал и передавал мне здесь гостиниц. Да. Вот. Не удивляйтесь. Это просто кастрюля. Он передал там в банке, значит, в банках двух там было, значит, это огурцы и помидоры были. Ну, помидор уже не осталось, уже огурчики остались. Вот. Такие вкусные. Вообще. Слава Богу. Вот. Супруга у отца, значит, Алексея. Она так вкусно готовит. Галина. Вот. Именно. Ну, хозяйки все по-разному, конечно. Вот я здесь. А. И я рассол сюда вылил. И все содержимое этих банок сюда. Вот. В кастрюлю. Ну, и поставил в холодильник. То есть, как бы, ну, у меня вот так. У меня нет банок там. А вот. Кастрюль есть. О. Вот сейчас достану. Так. А вкусно. Вообще. Вот я говорю, жалко, не передает аромат вообще. А. Здесь, кстати, да. Я прям с банки прям все туда вытрухнул. Так. О, здесь и трава всякая. И этот, как его, хрен. Здесь столько хрена. Вообще. Перца всякого там вообще. Чесночка. И, значит, и запах просто. Да. Спасибо, что сестра верите. Я прям даже, значит, холодильник открываешь. И вот запах. Теперь по всему холодильнику. Вот. И, значит, почему я огурец сейчас достал? Значит, для иллюстрации. Как раз думаю, надо, как раз огурчики остались еще. Вот я как раз проиллюстрирую кое-что. Дело в том, что. Значит, в Библии, вот в Новом Завете, да, там, когда Иисус Христос Мессия, когда Он уходил, то Он как раз сказал слова такие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, да. Кто не будет веровать, осужден будет. И, ну, и в другом месте, что крестящий там всех, да, во имя Отца и Сына и Святого Духа у Матфея. Так вот, и стоит слово «баптизо». Слюнки текут, да. У меня самого потекли слюнки, кстати. Ах, так вкусно пахнет вообще, невероятно. Вот, значит, прям именно хреном прям пахнет вот именно. Значит, и... Спасибо, что весело со мной. Не, просто как иллюстрация. Значит, и, так вот, значит, «баптизо», вот это слово «баптизо», да, которое переведено, вот, ну, как, как «крещение». Погурцы, Богдан, пишут. Да. Так вот, значит, «баптизо» в современном греческом языке оно означает погружение, да, окунание, погружение. Но, очень интересно. Дело в том, что, вот, в старом греческом языке, да, «баптизо» означало именно погрузиться и там и остаться. Как, допустим, их в рассол помещали, да, эти огурцы, и их там держали в этом рассоле. Вот, и «баптизо» использовали для описания как раз соления огурцов. Я так понял, по комментариям тоже любить огурчики. Я тоже очень люблю огурцы, вообще. И вот, когда они вот, и помидоры, и огурцы, да, особенно огурчики, когда они там с чесночком, там, с перчиком, значит, там, с травкой всякой, там, значит, они там много хрена, там, значит, там, вот, настолько ароматно все это, настолько прям, а, удивительно, конечно. Слава Богу. Слава Богу. Да, значит, и, так вот, греки древние тоже любили огурцы, представляете, вот так вот, тоже любили огурчики. Вот, и для описания соления огурцов они использовали слово «баптизо». Да, кстати, любите малосол, малосольные огурчики, любите? Ну, есть любители, такие фанаты прям малосола, но у меня малосола нету, это уже соленые, такие уже прям просоленные прям такие огурцы. Вот, так вот, друзья, малосол греки не называли «баптизо», то есть не использовали слово «баптизо» для описания малосола. Малосол имеет, конечно, вот Богдан пишет, что он любит малосол, да, малосол имеет свой прелесть, да, он имеет свою специфику такую, вкус, как говорится, специфистский. Малосол, он чем отличается от вот такого соленого, да, у него на шкурке соль, как бы уже, да, он немного полежал, уже чуть-чуть просолился, начал просаливаться, на шкурке у него соль, а внутри он сохраняет еще элементы свежести. И вот это сочетание свежего и соленого создает свою такую неповторимую прелесть малосола. Но, дамы и господа, братья и сестры, греки баптистскими огурцами не называли малосольные огурцы, а только лишь вот такие, уже которые имеют соль, не просто на шкурке соль у него, а соль в себе имеют. Не просто рассол, кстати, очень вкусный рассол, я, значит, когда переливал с банки, у меня еще оставалось там, значит, я там отлил еще, значит, и выпивал рассол. Такой вкусный вообще, он прямо этим хреном, прям пропах весь, значит, этим перцем, этим, значит, там, и чесночком. Вот, значит, и вот этот рассол, а когда я уже огурчик стал есть, уже нарезать, уже есть огурчик, этот огурчик, он имеет в себе внутри вот этот весь рассол, это все соль. И здесь внутри у него уже этот дух этого рассола, как бы, да, он впитал в себя весь этот дух. И вот интересно, что баптизу, это вот имеется в виду вот что, так что, товарищ огурцы, братья и сестры, огурчики, по банкам, да, значит, Бог срывает нас с грядки этого мира и помещает куда? С грядки прямо в катке, опа, просаливайся, товарищ, будь там, вот так вот. Вот, и, вот, и, да, аромат, конечно, вообще, я, так, я сейчас уберу, снова уберу, сейчас еще на пару минут приду как раз, опа, так, уберу снова в холодильник, так, вот так. Ой, проповедь просоленая, да, а, пароль просоленая, да, так что, вот, и на основании этого всего, вот, этой иллюстрации, как бы, да, вот, многие же проповедники используют иллюстрации, вот, почему бы и нет, иногда мне это тоже очень так вот нравится, запоминаемо, по крайней мере, мне нравится, вот. Вот, и, значит, кстати, когда я все ясно и зрозумил, слава Богу за разъяснение, а вам подяка, дякую, дякую и вам тоже, аромат, значит, слава Богу. Дякуючи Богу, дякуючи Богу, мы знайшли дорогу, в рай дорогу, слава Богу. Так вот, и Господь нас с грядки этого мира срывает, а для огурца быть оторванным от, как говорится, матери старой земли, да, значит, от, ведь он живет, от земли питается, это как смерть. Да, украинский не понимаю, но красивый язык, да, вообще, украинская мова, она очень такая певучая, мне вот, говорить мне проще на русском языке, вот, а петь мне проще украинскую мову, потому что она, знаете ли, украинская мова, она чем отличается? Она, вот, настолько она певучая, там даже не надо, как бы, и, ну, напрягаться, просто рот открываешь, выдыхаешь, и она сама поется, вот, вот, настолько естественно, натурально, именно она такая певческая, такая мова такая, певучая, слава Богу. Вот, и, знаете, Господь хочет действительно нас просолить. Новый Завет говорит нам, имейте соль в себе, не просто на шкурке будьте солеными, а имейте соль в себе, внутрь себя имейте соль. И, знаете, конечно, в этих местах Писания, я согласен, конечно, говорится, имеется в виду, конечно же, и погружение, как водное крещение, имеется в виду, конечно же, и само таинство крещения, но дело не в таинстве, дело не в погружении самом даже, намного больше, намного серьезнее все. Дело в том, что мы, будучи верующими, мы должны погрузиться в сущность Отца, в сущность Сына, в сущность Духа Святого. В Иисуса Христа креститься, это не просто даже с именем Иисуса погрузиться однажды в Днепр, или в какую реку, или в водоем какой, это хорошо, благочестиво, я тоже креститель, я тоже совершаю крещение, хотя это не мое главное служение, мое служение апостольское, я проповедую Слово Божье, помогаю новым церквям рождаться, в муках порой рождение, знаете ли, за новых христиан, новые церкви, и как миссионер, и как евангелист, как учитель тружусь тоже. Но знаете ли, иногда и в роли крестителя тоже выступаю, и очень люблю это таинство, но каждый раз новокрещаемым людям я говорю такие слова, что самое важное в жизни нашей христианской, это не просто даже таинство погружения в воду во имя Господне. Да, мы говорим, конечно, когда я захожу в воду вместе с крещаемыми, то я, конечно же, перед всеми людьми собравшимися, я спрашиваю паки и паки, что называется, снова и снова, спрашиваю крещаемого, верит ли он в Иисуса Христа, как в своего Господа Бога Спасителя, он говорит, да, верую, Иисус Христос мой Господь, Бог Спаситель. Потом я говорю, обещаешь ли служить Ему доброй совестью, или и спрашиваешь, что да, вот доброй совестью, он говорит, да, и спрашиваю, и обещаю служить Ему доброй совестью. Вот, и потом я говорю такие слова, как креститель уже, крещающий, я говорю, что вот на основании Слова Божьего и на основании твоего исповедания веры я крещу тебя во имя Иисуса Христа. И дальше я говорю, крещается раб Божий такой-то во имя Отца, аминь, Сына, аминь и Святого Духа, аминь. Щоб воскреснуты у Христи Иисусе для життя вечного у слави нашего Господа, аминь, аллилуйя, аллилуйя. Так, брат, дорогой, и, значит, и, но я братьям, новокрещаемым и сестрам говорю так, братья, говорю, сестры, сестрички, братики дорогие. Все таинство крещения, это не просто разовое погружение в воду, это ежедневное, это постоянное пребывание в Нем, в Отце, в Сыне и в Святом Духе. Это погружение в Него и пропитывание им, чтобы Он был в нас, Христос в нас, и это совершается верою. И это не просто разовое переживание, это действительно погружение, это просаливание, или, как сейчас говорят, пропитка. Но баптизу означает просаливание этого, внутрь себя пустить Христа верою. А это совершается, ну, опять-таки, это уже отдельная тема, но очень хорошая благостоверная тема, конечно. Когда человек, он живет в прощении, о других людях думает лучше, чем о себе. И это позволяет скорейше просаливаться ему Господом. Христос тогда проникает в его сердце. А если он закрывает свое сердце, имеет обратно на ближнего какой-то суд, значит, там, и, значит, непрощение какое-то, то, значит, обиду, огорчение, то. И пытается жить невозрожденной жизнью, разумом невозрожденным, то, значит, как бы не хочет меняться, то тогда попытки Христа проникнуть внутрь, они почти безрезультатны. И такой христианин может много лет быть в церкви, вроде верующий, Библию читать, но не проникать в него внутрь. Многие христиане не умеют молиться. Само слово молиться, молитва, оно порой очень затасканное. И очень часто в христианстве, я так замечаю, словом молитва называют то, что молитвой вообще не является. И наоборот. Вот. А молитва в действительности-то, это общение с Богом. И не избегайте, друзья, общения с Ним. Не избегайте, пожалуйста. Выделяйте время для этого общения каждый день. Раз в неделю выберите время, вот в этот субботний день, побыть с Ним, побыть в Нем. Просаливайтесь им, господа, братья и сестры. Пусть Бог благоставит вас. Вот. Ну, а уже кедуш я совершаю, конечно, уже, да, в завершении. Я поднимаю бокал, поднимаю, значит, плетенку эту, халу и, значит, вино. Ну, это сок винограда у меня с Андорро. Кто, если кто, кому интересно. Тоже люди спрашивали, какой сок там. Важно ж не то. Даже если у вас нет ничего, возьмите просто водички, хлебушка возьмите, любого, хоть ржаного, там, неважно какого. Вот, главное, с верой совершите это преломление и скажите, Господь, я верую, что ты действительно мой Бог и ты мой Спаситель, ты любишь меня и ты благословил меня этим днем. И ты мой хлеб насущный, ты моя живая вода. Скажите такие слова. А вообще сок виноградный, да, вот плод вино означает Божье обеспечение, символ Божьего процветания, Божьего обеспечения. И молитва такая, очень простая молитва. Благословен Господь Бог наш Царь Вселенной. Это звучит обычно в начале, ну, всех молитв, так или иначе, в еврейской традиции. И я тоже так обычно повторяю. Барухата Адонай Элогейну Мелехаулам. Благословен Господь Бог наш Царь Вселенной. Давший нам плод виноградной лозы. И давший нам хлеб из земли. Аминь. И вот такая простая молитва в благодарности. Знаете ли, есть в православии слово хорошее Евхаристия. Благодарение, восхваление. Действительно, мы благодарим Бога за все. И Иисус, когда преломлял хлеб, Он действительно, Он, да, Он воздал хвалу Господу, благословение. Вспоминаемо смертью Господнюю, Робит, наце вспомин Промена. Аминь. Аминь, аминь. Вот. И, друзья, да, благоставляю всех вас во имя Господне. Пусть Бог благоставит вас всех. Мир вам всем. Благоставляю вас стихами благоставения Господнего. Я благоставлю вас вот таким образом даже сегодня. Благоставлю вас, знаете ли, хлеб это величайшая святыня. Величайшая святыня на самом деле, друзья. Иисус себя назвал даже хлебом жизни. Вот сзади меня свечка горит. Эта свеча, она зажжена отдельно у меня сегодня в память о жертвах голодомора. Миллионы людей умерли голодной смертью. И сегодня, вот, взяв хлеб в руки свои, я Богу очень благодарен, что у нас есть сегодня и хлеб, и до хлеба, что хлеб действительно это жизнь. Это жизнь. Спасибо, Господи. Ты мой хлеб жизни. Спасибо, Господи, Боже. Боже, и Ты говорил о гладах. Ты говорил о гладах, о морах, о войнах, о болезнях. И это все исполняется. Боже, Господь, но Ты говорил также о другом голоде, еще даже страшнейшем голоде, нежели голод хлеба. Ты говорил о голоде Слова Твоего. Боже, я прошу Тебя сейчас, благостави нас, Господь, насыщаться Словом Твоим, насыщаться Тобою. Ты хлеб жизни наш, благоставенный во веки веков. Благостави, Господь, нас во имя Христа, наши семьи, наших родных и ближних. Благостави всех братьев, сестер. Благостави, Господь, Боже, Романа, Алус Юры, Николая, Богдана, всех-всех братьев, сестер, кто подключался. Благоставляю свою семью сейчас тоже. Жену мою, супругу мою, Инну Сергеевну. Благоставляю детей наших, которых Ты мне дал, Господь, Боже. Анастасию и Николая, Серафима и Татьяну, Сергея и Инну. Благоставляю зятя моего Михаила. Благоставляю внука моего Антона. Благоставляю, Господь, Боже, весь наш дом во имя Господня. Благоставляю, Боже, во имя Иисуса Христа сегодня Твой народ, Боже, миром. Благостави сегодня всех нас, боящихся Тебя и любящих Тебя, Господь. Благостави сегодня Израиль. Благостави сегодня Иерусалим, столицу Израиля. Благостави, Господь, по богатой своей милости во имя Иисуса Христа. Благослови сегодня Киев, благослови сегодня Украину Божию, и пусть Господь Божий насыщается хлебом Твоим народ и все народы, и пусть хлеб жизни, Слово Твое, оно действительно будет для всего человечества, открыто всегда, распространяемо, благовествуемо во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь! Благослови, Господь, Боже, всех участников этого эфира и всех зрителей, что будут смотреть потом уже в записи этот эфир, благослови их семьи, родных, ближних, во имя Христа Иисуса. Аминь. Да благослови Тебя, Господь, и сохранит Тебя, да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя, и даст Тебя, мир. Слава Тебя, Господь! Пусть Господь Бог благословит всех вас, дорогие друзья, из города Киева, с нашей Киевской архивископией, реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Мир всем вам. Аминь. Мир всем вам. Аминь. Мир всем вам. Заспіває хтось. І цей день нарешті до нас увірвався. Він приніс нам віру світле майбуття. Через свого Сина, всемогутній Батько, нам дарує ріки вічного життя. Ісусу слава! Ісусу слава! Луна є пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава! Ісусу слава! Співає вільна Україна! Люди всіх народів, підіймайте руки! Прославляйте Сина! Він єдиний Бог! Він своєю кров'ю розірвав кайдани! Він достоин слави! Він! Ісус Христос! Ісусу слава! Ісусу слава! Луна є пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава! Ісусу слава! Співає вільна Україна! Ісусу слава! На віки, на віки! Ісусу слава! На віки, на віки! Слава Ісусу Христу! На віки слава Богу Святому! Амінь, амінь, амінь! Слава! Слава, слава, слава Господу! Благоставляю всіх вас, дорогі братья, сістры! Іменем Господнім благоставляю всіх вас! До встречи і на землі, і на небесах, і в цих ефірах! До завтра я в ефір. Скорей всего, не получится у меня выйти вечером. Тільки лише в воскресенье вечером. Ну, посмотрим. Я постараюсь в сетях, в сети социальних, на фейсбуке, допустим, выставлю информацию, обновлю, если что. Так що, следіть за новостями. Ну, а насчет вечера, може в воскресенье, це точно вже там, да, вже буде планировано. Вот так вот. Так що, благоставляю всіх вас! Во имя Господні! Во имя Ісуса Христа! Амінь! Ісусу слава! Ісусу слава! Луна є пісня над схилами Дніпра! Ісусу слава! Ісусу слава! Співає вільна Україна! Дякую тобі! Дякую тобі, Ісусе! Я колень прагне до потоків, так душа моя прагне тебе. Я бажаю тобі сказати, що я так люблю тебе. Ти один моє серце знаєш, в нього ти любов вливаєш. Я бажаю тобі сказати, що я так люблю тебе. Простягнув ти пробиті руки, і від смерті мене врятував. Щоб звільнити мене, від муки на хресті ти кров проляв. Ти один моє серце знаєш, в нього ти любов вливаєш. Я бажаю тобі сказати, що я так люблю тебе. Що я так люблю тебе. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Слава тебе, Творец! Слава тебе, Любовь! Слава тебе, наш Отец! Аминь! 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 Да! 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 Аминь! Пусть Господь Бог, Всемогущий Бог наш, Яхва, Элогим, Ягова, Бог Авраама, Исаака, Якова, Отец наш, Сущий на небесах, да святиться імя Його і добриєт царство Його, благоставит сегодня всех нас в этот вечер, эту ночь і день, в этот субботний день, да благоставит Он нас всех своим миром, своим шаломом. Шаббат Шалом! Благоставляю всех вас во имя Господне. Шаббат, шалом, шаббат, шалом, шаббат, шаббат, шалом. Не журіться хлопці, любиє хасіди, скоро прийде наш Машіах, будемо радіти. Не журіться хлопці, любиє хасіди, скоро прийде наш Машіах, будемо радіти. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Благословляю всех вас, братья, сёстры, много есть еврейских песен, в которых даже и слов-то почти нет. Только ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, но самое главное, конечно, чтобы Бог был в центре нашего жития. Шалом, шаббат, шалом, благословляю всех вас во имя Господне. Шаббат, шалом, шаббат, шалом.